Белгород мой любимый город, мой родной город и сейчас мы находимся в самом центре этого города, Соборная площадь. Здесь находятся, ну скажем так, самые основные достопримечательности города, областная администрация, самая узнаваемая гостиница города, она на всех открытках и драматический театр. От Соборной площади берет начало Свято-Троицкий бульвар, на котором расположена братская могила с вечным огнем, а далее зеленая аллея с лавочками. Белгородская площадь это не просто тротуарная плитка, это еще и композиция, которая называется Белгородская область. Здесь представлены все районы региона. Монтированы такие металлические таблички с названием всех районов Белгородской области и с картой, на которых они отмечены. А в центре находится главный символ Белгородской области. И есть такая традиция, если здесь стоять и похлопать в ладоши, то будет слышен звон. Сейчас попробуем услышать. Слышен! Собственно, нужно загадывать желание. Если звон слышен, то оно обязательно сбудется. Не все достопримечательности сконцентрированы вокруг площади. Все-таки стоит выйти за пределы. И начнем с пределов ближайших. Сразу за драматическим театром есть приятный и уютный сквер с фонтанами. Деревья создают тень, глаз радуют зеленые газоны и цветные клумбы, а слух успокаивает шум воды необычных фонтанов-зонтиков. Среди заходших отдыхающих есть здесь и постоянные обитатели. Вот эта бабушка, которая на свежем воздухе вяжет свой чулок с 2005 года. Тогда здесь появилась эта контактная скульптура. Взрослые обычно садятся рядом с этой пожилой женщиной, а дети любят садиться ей на руки. Но однажды одна девочка застряла в руках у бабушки, что пришлось вызывать им честненького и отфиливать скульптуре руку. Вот такие истории бывают здесь. Направо пойдешь, торговый центр найдешь, прямо пойдешь, парк Победы найдешь. Туда мы сейчас и заглянем. Парк протянулся вдоль реки Везелки, пересекающей Белгород прямо в центре. Деревья посажены давно и уже выросли достаточно, чтобы здесь сформировался свой микроклимат. Часто здесь можно увидеть дятлов и когда-то мне встречалась даже белка. Я прогрызуна с рыжим хвостиком. Набор развлечений следующий. Катание на каретах или верхом на пони, мороженое, детская площадка, неплохой стадион и лодочные прогулки. Захватите с собой корм для уток. Здесь много щедрых посетителей, они одарят своим вниманием. Все чаще сюда приходят с ковриками, чтобы, например, почитать книжку, сидя на свежем воздухе. Согласитесь, с летом у воды куда приятнее проводить время. Особенно, когда вокруг никакой суеты, тихо настолько, что можно услышать комара. Кстати, с насекомыми здесь проблем нет. Не съедят. А вообще, Парк Победы не случайно получил такое название. В современном Белгороде очень многое связано с историей Великой Отечественной войны. Город сильно пострадал, фактически был разрушен и отстроен заново. Поэтому старинных достопримечательностей здесь почти не осталось. Зато есть современные. Парк Победы плавно перетекает в музейную площадь. Здесь находится музей диорамы, главный военно-исторический музей региона. Здесь находится краеведческий музей и художественный. Когда-нибудь в следующий раз попробую рассказать про эти музеи. Хотя, что рассказывать, надо туда идти. А я гуляю дальше. Фонтаны – одна из современных достопримечательностей Белгорода. Светы динамические и поющие. Для небольшого города их действительно много. Хотя воды много не бывает. А если вернуться на площадь и пройти 100 метров по Гражданскому проспекту, справа можно заметить такую вот аллею. Вот еще одна аллея, приятная для прогулок. Она посвящена городам-побратимам. И польским, немецким, то есть тем городам, с которыми у Белгорода тесная связь. У каждого свой лепесток с названием. Есть и пустые, для будущих друзей. А вот, например, отличающийся от остальных фонтан. В конце леи вот такой фонтан. Он очень похож на старинный, но на самом деле его построили всего несколько лет назад. Но по образцам и по рисункам того фонтана, который стоял здесь в начале прошлого столетия. Ну что ж, продолжим прогулку по Гражданскому проспекту, одной из главных улиц города. До 2004 года она именовалась проспектом Ленина. Но в начале нашего тысячелетия многие белгородские улицы переименовали. До сих пор есть некая путаница. Коренные белгородцы часто произносят прежние названия. Не удивляйтесь, если вас отправят на Фрунзе, имея в виду проспект Славы, или на Воровского, подразумевая улицу князя Трубецкого. А Белгородский проспект чаще называют улицей Литвинова. Да и Соборная площадь дольше была площадью революции. Но здесь, кажется, хотят творить свою историю и задавать свою моду. Еще одно отступление. Если посмотреть на город чуть сверху, то увидим, что меловые горы вокруг окаймлены частными домами. И стройка развернулась нешуторшная. Власти всячески помогают желающим иметь свой дом. Участки под строительство дают за смешную цену. Поэтому сейчас белгородские семьи через одну строят свой дом. Это по-настоящему стало модным. Вернемся на Гражданский проспект. В продолжении разговора о модных белгородских тенденциях вот что здесь наблюдаем. В этом регионе и городские власти, и областные власти любят прививать своеобразную моду на что-то хорошее. Например, на вот этом плакате написано «Здесь паркуются только чистые автомобили». В Белгороде принято следить за своим транспортом и поддерживать его в чистоте. Я думаю, что это хорошо все-таки, потому что некоторые вещи все-таки нужно воспитывать в населении. Не ко всему мы приходим сразу. Красота и эстетика – вот основные направления белгородской моды. А вот эти пальмы, судя по всему, тоже появились недавно, потому что раньше я никогда их не видела. Это городская администрация Денграда. Старинные здания можно перечесть по пальцам. Пожалуй, рук для этого хватит. В регионе сильны православные традиции. Неслучайно эту область называют еще Святым Белгорием. В самом Белгороде и в других городах области есть как и старинные храмы, например, вот Смоленский собор, так и новые. Их строят достаточно много, либо восстанавливают те, которые были разрушены в годы советской власти. Те храмы или дома, которые советская власть и война все-таки пожалели, сейчас тщательно оберегаются как памятники истории и архитектуры. То немногое, что осталось от исторического Белгорода, очень стараются сохранить. И вот так выглядят здания литературного музея. Это бывшая усадьба, которую под свою опеку взяла компания «Белгородэнерго». Здание, несмотря на свой возраст, находится в хорошем состоянии и снаружи, и внутри. Следуя по Гражданскому проспекту, проспекту Славы или улице Преображенской, мы выйдем на улицу Белгородского полка, в недавнем прошлом Кирово. Как-то, когда живешь в городе, многого не замечаешь. А вот сейчас уже год я не живу в Белгороде, и приезжая сюда, вижу, как он меняется, и появляются какие-то вот такие небольшие зоны для отдыха. Стоят скамеечки, здесь посадили деревья, сделали такую клумбу. И здесь можно просто, гуляя по городу, пересесть, остановиться, съесть мороженое. Это здорово, что Белгород становится таким еще более приятным. Это очень приятный город, но с каждым годом он становится еще более интересным и удобным, в том числе для туристов. Свернем налево и окажемся возле филармонии. Здание филармонии, пожалуй, самое красивое здание не только в Белгороде, но и во всем регионе. Реконструировали его недавно, до того, как это здание приобрелось современный вид. Это был обычный, ну, на вид дом культуры, серые стены. Здание, в котором торговали шубами, проходили какие-то ярмарки, а по выходным были концерты. Но решили все-таки сделать приличную филармонию, и я думаю, что это получилось. Несмотря на то, что реконструкция была совсем недавно, здание филармонии уже успело стать символом Белгорода и Белгородской области и появиться на открытках. Пропагандирует тягу к прекрасному лично губернатор, который сам бывает на концертах, но его коллеги стараются не отставать от главы региона и тоже внимательно вслушиваются в музыкальной гармонии. Здесь играл Денис Масуев, дирижировал Валерий Кергеев, даже Мишель Легран приезжал сюда со своим концертом. В Белгородской филармонии никогда не бывает пустых мест. Люди приходят в день концерта, чтобы иметь возможность купить билеты, которые, возможно, кто-то сдал. И здесь даже вот в этой ситуации образуется очередь за билетами. В Белгороде очень поддерживают культуру и искусство, и филармонию в том числе. Даже если вы не собираетесь на концерт, сюда стоит заглянуть. Здание красиво и внутри, и снаружи на этой территории. Кстати, получаются очень неплохие фотографии, поэтому сюда любят приезжать молодожены после бракосочетания, чтобы сделать свои снимки вот в такой красивой обстановке. А гости в это время могут посидеть на лавочках. Здесь тоже предусмотрено, не знаю, для молодожены были или нет, но, по крайней мере, лавочки здесь стоят. Можно посидеть, понаблюдать за жизнью города и подождать концерт, на который вы купили билеты. Дальше пойдем по Народному бульвару. Он прямо напротив филармонии. Еще одна пешеходная улица, Народный бульвар, тянется практически через весь центр города. Кроме памятника Юрию Трубецкому, первому губернатору Белгородской области, здесь есть и более экстравагантные достопримечательности. Кроме контактных скульптур в Белгороде есть и вот такие. Например, в клумбе затерялась таблетка, даже не таблетка, а таблетище. Вот говорят, что эту скульптуру или клумбу, не знаю, как это назвать, создавали белгородские фармацевты. Наверное, привлечь внимание к своей продукции. Или, хотели сказать, выбрасывайте ваши лекарства и гуляйте больше. Народный бульвар приводит нас к рыночной площади с гигантскими наземными часами. Солнечные часы показывают 13.00. На самом деле сейчас уже 14 часов, так что доверять им не стоит, потому что их сложно перевести. Но под них можно подстроить законодательство. Вот откуда корни этих постоянных переходов, то на летнее, то на зимнее время. Подсолнечные часы подстраиваются. А вот так выглядит территория возле центрального рынка. Очень прилично, все чистенько, тихо, спокойно. Просто городская улица. Рядом рынок. Частота белгородских улиц в прямом и в переносном смыслах не может не радовать. Кажется, даже валютчиков и людей а-ля золото телефоны здесь вывели. А что, я за соблюдение законов. Оформляйте ИП и торгуйте сколько хотите в отведенном месте. Ну и, конечно, в родном городе приятно видеть на баннерах знакомых людей. Юра, привет! Везде знакомые люди. Вот мой любимый косметолог Юрий Мезинцев. Вниз от солнечных часов идет такой белгородский мини-очень, мини-арбат. Местные художники и мастерицы выставляют свои работы. Цветы из бисера, а на полотнах в основном пейзажи. Ну а если пройти немного вверх, то окажемся возле центрального парка культуры и отдыха. Переходы, как везде, бабушки с петрушкой и уличные музыканты. А вот бомжей в Белгороде практически нет. Когда я начала снимать этот ролик, посмотрела на свой город глазами туриста, заметила, что здесь есть где отдохнуть. Много пешеходных зон с лавочками. Возле каждой по две урны. Все сделано для того, чтобы было стыдно бросать бумажки и другую гадость себе под ноги. Не надо здесь мусорить. У мусора есть свой дом. И этот дом в урнах рядом с лавочками. Ну вот, мы почти и добрались до следующей цели. Если вы гуляете с ребенком, не спешите в парк. Накормите его самым вкусным мороженым. Прямо напротив входа в парк находится кафе Белоснежка. Это детское кафе. Это первое детское кафе, которое появилось в Белгороде. Это кафе моего детства. Мы, когда приезжали с родителями в город, гуляли здесь, всегда заходили туда поесть мороженого, посмотреть на гномов и сфотографироваться с Белоснежкой. Ну а ставим Белоснежку и гномов на растерзание детям, а сами продолжим прогулку. А вот и парк имени все еще Ленина. Названия парка не изменились со времен Советского Союза, и он по-прежнему называется парком имени Ленина. И дедушка Ленин по-прежнему указывает путь в светлое будущее. После столицы удивительно, что в выходной день в парке настолько мало людей. Но мне это наоборот нравится. Все-таки на природе хочется отдыхать спокойно. А вот здесь по выходным проходят концерты. Вообще, конечно, парк очень тихий, спокойный. Мне кажется, если говорить даже шепотом, то это будет слышно. Это же слышно! Это просто потрясающе! Здесь слышно птиц, здесь слышно, как шелестят деревья. Ты находишься в их тени. Это очень круто! Пункт проката «Будь здоров!» Это очень по-белгородски здоровый образ жизни, поддержание себя в хорошей физической форме и вообще заниматься физкультурой. Здесь это очень пропагандируют и поддерживают. Проверим местные аттракционы. Многие карусели стоят здесь с тех пор, как я начала осознавать себя человеком. Это очень давно. Парк Ленина – это центральный парк города. И здесь находится сосредоточие всех аттракционов, детских каруселей каких-то. Здесь все крутится, плавает, вертится. Дети прыгают, бегают. Мы решили посмотреть на город с высоты птичьего полета и купили билет на колесо обозрения – 60 рублей. Парк Ленина – это, конечно, не какой-нибудь большой заповедник, это небольшой парк, но, тем не менее, здесь достаточно места для того, чтобы прогуляться, особенно если с ребенком. Здесь очень приятно провести время. Такой спокойный, неспешный, приятный отдых. Собственно, как и все в Белгороде. Мне, конечно, совсем не страшно. Все-таки это не высота птичьего полета, а высота, скорее, птицы, сидящей на дереве. Но высоко сидящие птицы. Город, в принципе, с этой смотровой площадки, с этого пельса обозрения посмотреть можно. И город действительно кажется белым, светлым и чистым. А еще он очень зеленый. Люди, пожалуйста, не вырубайте деревья. Без них нечем дышать. Стекло, бетон и асфальт, ну, никак не на пользу. Но ни нам, ни будущим поколениям. Контактные скульптуры тоже из современных белгородских достопримечательностей. Если в польском Вроцлаве селят гномиков, то в Белгороде это в человеческий рост спортсмены, студенты и даже целые семьи. Вот еще одна контактная скульптура, с которой тоже можно сфотографироваться. Папу можно подержать за плечи, маму обнять за руку. Это памятник семье. Конечно, семья многодетная, потому что в Белгородской области считается, что в семье должно быть как минимум три ребенка. В Белгороде очень много контактных скульптур. Вот, например, одна из них – это памятник Краеведу. Прототипом этого памятника стал Юрий Шмелев, один из очень известных кукородских краеведов. И именно Юрию Шмелеву принадлежит такое поэтичное название этого региона – Белогории. Вот сегодня с ним могут все познакомиться. Самая популярная позиция для фотографий рядом с Краеведом – это присесть на лавочку. Здесь как раз есть место. Ну и, конечно, задумчиво посмотреть вдаль. Ну и Белгород не без злых людей. Я бы даже назвала их по-другому. Простите за этот крупный план. Жаль, не все родители вовремя объясняют детям, что для чего делают в их городе. К сожалению, эти скульптуры не лишены внимания, в том числе и вандалов. И вот Краевед тоже пострадал. Надеюсь, когда-то люди научатся гордиться тем, что имеют, и не будут только жаловаться на то, чего им не хватает. Вот, например, если верить этому плакату, молоком, произведенным за год в Белгородской области, можно целый месяц обеспечивать всю Россию. Чем не повод для гордости? Вот такой социальный проект. На рекламных счетах и на баннерах размещают какие-то факты, которые связаны с Белгородской областью. Как правило, здесь самые хорошие факты, которые позволяют белгородцам гордиться своим городом и своим регионам. Гордиться Белгород может и своими водителями. Как правило, это замечают только приезжие и местные, продолжают на них жаловаться. Вас приятно удивят белгородские водители. Они безумно вежливые и пропускают пешеходов не то, что на их зеленый свет, они пропускают их и на таких пешеходных переходах. На дороге можно чувствовать себя очень безопасно и спокойно. Ну а самый мрачный парк Белгорода – это, конечно, парк имени Гагарина, или другое название – парк памяти. Сейчас это тихий сквер с часовенкой, а по сути – кладбище. В годы Великой Отечественной войны, когда линия фронта отодвинулась от города, фашисты использовали парк для расстрела местных жителей, оказавших сопротивление. Более двух с половиной тысяч могил здесь осталось в те страшные годы. Да и как могил? Тогда отдельно никого не хоронили. Железобетонный монумент возвели в память о жертвах, замученных немецкой армией. Как бы не тяжело было об этом вспоминать, забоевать нельзя. Белгороду удалось подняться. Сейчас люди занимаются спортом. Во многих местах есть бесплатные стадионы и площадки для силовых упражнений. Люди ходят на концерты, строят свои частные дома, стараются не мусорить, держат в чистоте автомобили и учатся соблюдать законы. Менталитет, в целом, конечно, не лишен провинциальности. Иногда можно столкнуться и с откровенной грубостью, но и в Эрмитаже работают не самые вежливые гардеробщицы. Главное – стремиться к прекрасному и пытаться своими руками создать вокруг себя мир мечты. Ну или, по крайней мере, не разрушать то, что уже создано другими. Белгород, наверное, мало чем удивит искушенных путешественников. Здесь нет старинной архитектуры, здесь нет каких-то супер достопримечательностей, но зато здесь можно найти спокойствие и тишину. Вот мы находимся на центральной площади, вокруг не так много людей, и здесь очень спокойно, здесь нет суеты, которая есть в больших городах. И здесь можно наслаждаться природой, смотреть на небо, поднять глаза все-таки, любоваться фонтанами и не просто сфотографироваться возле них, а посмотреть на воду, послушать ее, послушать птиц, послушать шелест листвы. Все это можно сделать в таком, казалось бы, провинциальном городе, но очень приятном, развивающемся. Мне кажется, для тех, кто устал от суеты большого города, Белгород будет приятным городом для путешествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова